Итак, друзья, добрый вечер, с вами снова Севен, и у нас есть сегодня еще один матч, который можно и нужно, я так считаю, смоделировать, который пройдет 21 февраля. Это матч, который пройдет в Нур-Султане, где Борис встретится с уфимским Салаватом Юлаевым, вот такой вот у нас матч, так, значит, Борис у нас играет дома против Уфы, так, буду я играть, наверное, за уфимскую команду, мне нравится Уфа, и сам город, и команда тоже хорошая. Посмотрев турнирную таблицу, можно понять, что матч для обеих команд очень важен, почему? Потому что Борис может догнать Авангард всего на 2 очка, отставит он от Амичей при равном количестве игр по 59 очков. Уфимцев же тоже ситуация такая, скажем, но все равно у Салаватой Лайва есть возможность оступиться, и ничего в этом случае не произойдет. А вот как раз-таки у Бориса возможность оступиться тоже есть, но есть возможность залезть на второе место в конференции и уже играть с седьмым местом. Ой, так, да, играть уже седьмым местом, поэтому Борису есть резон, так скажем, побеждать, и им нужно выигрывать дома у Салавата, потому что до этого проиграли Сибири в такой борьбе, ожесточенной по булитам. Так, нет, в овертайминг проиграли они, помню, да, Йокипак, по-моему, забросил шайбу. В принципе, вот такой вот расклад, и я решил играть за Уфимцев. И поспорим, что из этого выйдет. Здесь Ларсон, Ларсон отдает непонятно куда пока. Здесь Старченков должен быть первый на шайбе, он первый на шайбе, сразу же бросает, а здесь Мецла парирует шайбу, Маннин идет дальше по флангу, отдает на Харти Каннина, и тот сразу же в одно касание бросает, и уже Карлсон, который стоит на воротах у Бориса, спасает. Свою команду и оставляет команду из Нур-Султана в игре. А здесь Михалис, всем известный. А, здесь такая ошибка была, я даже не успел прокомментировать в прошлый момент. И сразу же возникает ошибка Бурмистров. Так. Так, так, так. А, здесь проброс. Ой, прошу прощения, здесь офсайд. Готов к сбрасыванию. Кадейкин у нас встречается. Так, здесь Орехов вбрасывает в зону, здесь Григорий Панин отдает на Кадейкина, Кадейкина на Сошникова. Кадейкин бросает в ближний, не попадает. Выше ворота идет шайба, снова Кадейкин шайбой. Кадейкин сам бросает и попадает в щиток голкиперу Борис Майоров на Кадейкина. Кадейкинский стей снова парирует шайбу Карлсон. Так, здесь сам пытается наш нападающий пройти, а здесь Найт, она, да, цепляет. Здесь Сергеев отдает снова на Кадейкина. Кадейкин отдает на Сергеева. Здесь Картаев. Так, обходит, обходит, да, неплохой был здесь Финт. И снова вбрасывание в зоне хозяев. Сзади ворот Дарн Титц дает на Картаева. Хохряков бросает, не попадает выше ворот идет шайба. Здесь был Хохряков один на воротах, но шайба до него не дошла. А здесь Ларсон применяет силовой прием, и шайба снова у Финтсов. Солодухин будет прицеплять. Нет, не цепляют, а здесь Хохряков не получается забросить. Так, Солодухин. Здесь Сагадзеев идет вдоль борта, бросает, но очень такой бросок получился легкий для нашего голкипера. Здесь Хартикать... Хартикать... Да. 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 Бурмистров. Так. Кольдов, Кодейкин. Так, Сошников проходит снова. Так, снова у нас вбрасывание. Так, снова у нас вбрасывание. Так, друзья, продолжаем матч. Так, Ларсон здесь. Так, Шевченко. Ларсон снова шайба отдает на Манни, на Манни, на Уморка. Уморка отдает назад, но здесь Видель перехватывает шайбу. Так, передача на Бурмистрова проходит, бросаем и перекладину мы попадаем. Перекладину приходится бросок от Бурмистрова. Снова Бурмистров с шайбой. Бурмистров бросает, но в защитника попадает шайба, защитник блокирует шайбу, соответственно. А здесь, если бы попали по воротам нападающий Бориса, то было бы опасно. Жарков. Нет, не дают. Ой, хороший силовой прием от Жарков это был. Я даже не видел, если честно. Так, Бурмистров проходит, но ближний угол не может забросить Карлсона. А вот здесь забрасывают шайбу Борис. Не сравнивает счет в нашем матче. И сразу же Александр Кадзейкин в следующей же атаке выводит уфимцев вперед. В матче Хохряков на выбрасывании против Шестакова. Не давать бросать. Нашим соперникам нужно Хохряков с шайбой. Хохряков проходит и снова ближний. И здесь зачем я сразу не бросил? Надо было бросать сразу и была бы уже третья шайба в воротах. Бориса, а здесь Бурмистров с шайбой. Здесь Светберг. Первый период заканчивается. Со счетом 2-1 в пользу уфимцев. В принципе, равное количество броска. И равная игра в нашем матче. Но на одну шайбу в первом периоде мы смогли забросить больше. Здесь Волк. Отдает шайбу на Михалиса. Михалис бросает. И здесь удаление первое в нашем матче. Удаляет нашего игрока. И Борис остается в большинстве. Кадейкин. Бурмистров. Бурмистров бросает, но в ближний хотел забросить. И у нас уже в меньшинстве возникают моменты в этом матче. Здесь Даррен Ди, Царехов. Отдает на Волка. Волка дает на Старченко. Старченко на Михалис. Михалис сам проходит. И здесь немного поверил в себя. Я так могу сказать. Нападающий Бориса теряет шайбу Арзамасов. Так не вовремя. И просто выбрасываем шайбу. Как бы еще одно удаление не схлопотать. Арзамасов подает на Бурмистрова. Бурмистров бьет. Не попадает. Так. Снова бросок. Шайба не доходит до вратаря. Так. Волка дает на Пакарина. Ой. Как они хорошо разыграли. Если бы еще забили, то была бы отменная шайба. Хартиканина дает на Михалиса почему-то. Ну да ладно. Здесь будет офсайт. Хорошо, что так все получилось. Потому что была бы опасная атака. Хохряков против Шестакова. И все. Мы собственно говоря отстояли в меньшинстве. И снова офсайт. Снова наши игроки заходят в зону раньше времени. Почему-то. Хохряков, Солодухин. Солодухин бросает с кистей. И Карлсон прижимает шайбу. Показывает нам Артема Сергеева. Это достаточно, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки. А. Брасывание у нас в зоне Бориса. Хохряков шайбой. Идет, идет, идет спокойно. Хохряков бросает. Не попадает в ворота. Солодухин на подборе. Идет за ворот. Отдает на Хохряков. Хохряков бросает. Но здесь снова блокирует удар. От нашего нападающего. А здесь Орехов бросает. Видали шайба. Да. И получается даже за ворот зайти. И за ворот бросить. Так. Здесь Картаев. Отдает на Хохрякова. Хохрякова просто сбивают с ног. И Орехову мы также сбиваем. Но вот здесь, да. Если бы я не зацепил, то была бы, наверное, забитая шайба. Так. Пока у нас такая равная борьба. И всего лишь в одну шайбу мы выигрываем. Так. Здесь зацеп. И просто мы выбрасываем шайбу. Здесь Найт отдает на Шевченко. Так. Шевченко. Да. Удаление снова у нас. Мы снова останемся в меньшинстве. Кто у нас удаляется? Павел Коллидов. Вот так вот. За подножку. Малым штрафом наказан наш защитник. Маннинин проигрывает выбрасывание. И сразу же надо, да, на защиту ворот вставать. Маннинин дает на Хартиканина. Хартиканина идет и бросает. Даже почти потеряв шайбу, смог сделать бросок. А здесь Михалис пустые. Не пустые, а при выходе один на один даже в ворота не может попасть. Здесь что-то обратно с точностью бросков у наших соперников плохо. И не могут попасть из выгодных позиций хоккеисты чужой команды. Бурмистров, ближний снова не получается забросить. Но мы играем в меньшинстве, поэтому спокойно действуем. Здесь Пашнин. Пашнин просто выбрасывает шайбу. Здесь даже Бурмистров первый успеет. Бросает с кистей. И в перекладину попадает еще один момент. Уфимской команды возникает. А показывает нам Юхо Мецелу. Меньшин с Фимомом создаем больше моментов, чем Нурсултан. В большинстве. Да, вот еще один момент опасный. Да, Волк бросает шайбу в зону. Здесь будет проброс, если они возьмут шайбу. Хотя нет. А, они выехали из зоны. И, соответственно, все. Ассайт не фиксируется. Хартиканина не дают бросать. Хартиканина дает нам Маненина. Маненина берет шайбу. Правильно. Маненина сам будет бросать. Нет, не будет. Вот, на Колядова я хотел дать. Но они немного не поняли наши игроки друг к другу. Здесь Волк. Ай, как мы не смогли его встретить. Здесь Старченко. Да, снова у нас шайба. Даем на Бурмистрову. Бурмистров идет. Бросает. И Карлсон защищает свои ворота. 100% момент. Вот его повтор. И не смогли мы пробить Карлсона. Снова Бурмистров на вбрасывание. Так, дает нам Пашнина. Пашнин бросает. И шайба не доходит здесь. Но Карлсон не с первой попытки прижимает ее шайбу. Поэтому игра была не остановлена. Снова на вбрасывание у нас Бурмистров. А здесь первый Волк бросает. И снова какой-то неинтересный момент возникает. А здесь штангу попадает с кистевого броска. С кистевого броска попадает штангу. Здесь Жарков. И неужели там не было шайбы? Да, под самую сирену мы создали очень хороший момент. И как видите, Борис нас даже перебросал за два периода. И до сих пор матч... До сих пор счет еще первого периода. У нас на табло 2-1. Мы пока ведем. Ларсон отдаем на Уморк. Уморк бросает. Карлсон на месте. Очень легко. Играя Человит-Шайбу здесь, показывает нам сейф Метцелы. И здесь Манниен. Да, со своим напарником по звене был у нас. Хартикайнин бросает. При первой же возможности буду бросать. Здесь Манниен. Так, Хартикайнин ближний. Да, и нам бы добить. И снова второе добивание не получается. Забросить у нашей команды. Здесь Маклюков. Что будут делать подопечные? Скобелки. Хартикайнин идет. Ну, у Хартикайнина уже столько моментов было, если честно. И все моменты до конца недоиграны. Потому что именно броска не хватает. Все вроде бы хорошо, но броска нет. Жарков отдает на Куграшева и Куграшева забивает. Вот это хорошая шайба. Дима Куграшев забивает с передачи Жаркова. Да, очень. Но здесь тяжело было, согласитесь. Карлсону отбить эту шайбу. И в 3-1 мы ведем в две шайбы. Это уже такой солидный по такой игре результат. Точнее, большинство. Не большинство, а преимущество. Вот. И четвертую шайбу мы сразу забиваем. Бурмистров был на выбрасывании. 4-1 уже счет. И 3 шайбы мы уже ведем. Вот так вот быстро, динамично снова в нашей игре все складывается. Да, проходит шайба на Куграшева. Куграшев идет дальше, останавливается. Но здесь смогли нейтрализовать нашего нападающего. Здесь перекладина. Чуть-чуть не повезло нашим соперникам. Так, Бурмистров отдает на Майорова. Майоров. Майоров бросает и не забивает. Здесь играет на выходе Карлсон. Шестаков. Здесь было видно, что шайба не пройдет. Здесь идет Кадейкин. Кадейкин в ближний. Не в ближний, а точнее даже в дальний. Еще один момент. И здесь Максим Майоров забивает. Еще одну шайбу. 5-1. Мы просто улетаем от наших соперников. И стоит только немного напрячься, да, то сразу же голы идут. Хохряков. Да, здесь была передача на Картаева, но она не дошла. И уже далеко за ворота ушел наш нападающий. Какой-то прессинг пытается продемонстрировать. Смотрите, как атакует нас. Хохряков бросает. И еще одна шайба. Снова в ближний угол. Очень похожа на все те, которые мы забиваем. Хохряков забивает шестую шайбу. Ворота Нурсултана. Ворота Астанинского. Борис так все по-разному называют. Но из Нурсултана, я так понимаю. Так, передача куда-то непонятная. Здесь Блэкер, Мусоров. Мусоров есть такой вообще игрок? Нет, интересно. Прямо стало. Потому что все время он есть в составе Бориса. Здесь Кадейкин. Кадейкин бросает. И хотел между ног пробросить шайбу. Опять не получилось. Маннинин выигрывает брасывание на Ларсена. Маннинин бросает в ближний. Не выпадает. Так, вроде бы здесь получилось отобрать шайбу. Здесь Дарн Дитс. Старченко. Волк. Волк идет. Но дает на Старченко. Здесь неудобные руки. А Кользуну было тяжело все-таки забросить. Здесь Хартиканин идет. С кистей бросает. Не попадает. И здесь Волк выходит один на один. Старченко бросает. Но не опасный был бросок. А здесь на Хартиканин. Нельзя цеплять. Нельзя цеплять. Удаление будет. Так. Сладухин-то хорошо прошел. У нас вот здесь у кого-то даже шлем упал. Харьков на выбрасывание. Так. Блэкер. Покоренен. Идет, идет. Опять в перекладину попадает. Уже все штанги обстучали, если честно. Хоккеисты Бориса в этом матче. Что ей что-то не везет. Буквально немножечко. Одну шайбу только получилось забросить. Подопечным скобелки. И считая, что дома это довольно-таки плохой результат, когда ты пропускаешь целых шесть. Снова спокойно дали пройти. А здесь Шестакова. Мы не даем пройти. Ну да. Бросок, конечно, состоялся. Но не такой опасный, согласитесь. Он был. Так. Брасываем шайбу в зону. А здесь видите, какой удачный подбор. И здесь Жарков. Ну вот это был хороший момент. Так, Бурмистров отдает на Жаркова. Жаркову дадут бросить. Бросаем. Да, и забиваем. Друзья, ну это разгром. Мы с передачи Бурмистрова. Жарков уже одну шайбу забросил. Две передачи результативные отдал. Самый мощный бросок в этой лиге. Очень результативно мы действуем в этом матче. Относительно матча СКА-торпеда, где мы играли за торпеда. Но все равно. Хоть это было и СКА, но все равно. Там мы проиграли, к сожалению. СКА. Но. Я уже даже не помню, за кого я играл. За СКА или за торпеда. Но суть в том, что я уступил все-таки по СКА или уже в воротах у Бориса. А я думаю попробовать в следующем матче просто поставить компьютеров и следить за ними. И уже комментировать их игру, а не самому играть. Потому что очень легко уж как-то даются нам матчи. Так, здесь Бурмистров шайбой отдает на Кугрышева. Кугрышев идет, идет. Так, здесь обводят вроде как. А здесь Жарков. Пустые ворота, можно сказать, не попал. Бурмистров шайбой отдает на Жаркова. Жарков отдает назад. Бурмистров бьет. Не попадает в ворота. 14 секунд до конца нашего матча. Пашнин. И вот, наверное-таки, последняя атака из Нурсултана. Но нет, не получилось. И здесь тоже не получается. Я думаю, так и матчи закончатся. 7-1, друзья. Салават Илаев обыгрывает Бориса в гостях. И опять же, я считаю, что Борису эта победа будет важнее, нежели чем Салавату. У Салавата есть некоторые преимущества перед Металлургом. Поэтому Борис может догнать Авангард. И это будет, наверное, лучше. Поэтому я ставлю на победу Борису. Тем более, поражение от Сибири у него будет. Мотивация, чтобы второй раз уже не проиграть дома при родных трибунах. Теперь уже Салавату Илаеву. Спасибо всем за большой, хороший и качественный просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. И обязательно поставьте колокольчик. И ждем следующих новых видео по игре МХЛ-09. Всем спасибо большое за просмотр еще раз. Всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!